Всем здравствуйте! Последние месяцы своей жизни певица и педагог по вокалу Ирина Богановская провела в немецкой клинике, сражаясь с последней стадией саркома Юинга. Метастазы были уже практически повсюду, состояние ухудшалось. Девушка и ее семья хотели уже вернуться на родину, но вчера Ирина не стала. Одной из самых агрессивных форм рака. Саркома Юинга у Ирины диагностировали еще в детстве, ей тогда было всего 9. Тогда Богановской удалось победить болезнь, но спустя несколько лет онкология вернулась с новой силой. «Я жила больше 10 лет с мыслями о том, что больше не буду болеть, однако все повторилось в новой форме. У меня нашли огромную опухоль в легком», рассказывала артистка в интервью два года назад. «Я решила не уезжать за границу, осталась в Москве. Но лечение, как сейчас понимаю, оказалось безуспешным. Мне все время удаляют часть какого-то органа». Несмотря на страшные боли, девушка в 2017-м приняла участие в российском шоу «Успех», а чуть позже улетела на лечение в Израиль, где проходила облучение и химиотерапию. Последние месяцы Ирина провела в одной из клиник Мюнхена. После закрытия границ в связи с пандемией она попросту не смогла вернуться на родину. В середине мая Богановской стало хуже, в головном мозге образовалась огромная метастаза, из-за которой отказал опор на двигательный аппарат. Пришлось делать срочную операцию, но после нее немецкие врачи развели руками, признав, что бессильные больше помочь нашей соотечественнице не могут. Ирина мечтала вернуться в Москву, верила, что еще сможет победить рак. 8 июня Ира впала в кому после кровоизлияния в мозг, рассказали ее друзья. Перевезти в Россию ее не могли из-за критического состояния, могла не выдержать. Поэтому необходимо было вызывать спецборд прямо в клинику с личным аппаратом вентиляции легких и медикаментами. Стоимость такой транспортировки миллионы. Семья собирала деньги и надеялась на чудо. Но вчера нашей Ирочки не стало. В конце мая к Богановской из Москвы смогла прилететь мама. Сейчас она занимается оформлением документов для перевоза дочери на родину. Она просила не плакать. Когда прощалась с нами, она просила быть всех сильными. Она любила всех нас, всех и каждого, кто окружал ее. Она всегда хотела привнести самое светлое в жизни этих людей. И я знаю, что ей это удалось, сообщили близкие девушки. У семьи до сих пор не до конца оплачена проведенная Ирине в немецкой клинике операция. Она стоила 2,4 миллиона рублей. Финансовые возможности родителей и близких певицы давно были исчерпаны, поэтому мама и папа Богановской вели сборы средств в социальных сетях. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.